Вспомним лучший фильм 2005 года Клинта Иствуда «Малышка на миллион». По сюжету девушка буквально своими кулаками пробивала себе дорогу к славе. Нашей журналистке Тони Станкевич тоже палец в рот не клади. Золушка в боксерских перчатках в Беларусь лает. По вечерам эти люди с удовольствием бьют не только грушу, но и друг друга в спаррингах. Занятий для настоящих мужчин не так ли? Бокс требует не только хорошо поставленной техники удара, но и также отличной физической подготовки. А вот есть ли место женщине на ринге, будем выяснять прямо сейчас. За красивую и подтянутую фигуру им приходится расплачиваться синяками и ссадинами. Такова цена женского бокса. Но судя по количеству девушек на ринге, они эту цену готовы платить. У меня подруга занималась уже одно время, пару месяцев. Я посмотрела, как у нее стала меняться фигура. Она сказала, что много красивых мальчиков входит. Вот. Это было главным мотивом. Ну и надо было выбирать, что есть. Хотелось в какой-то профессиональный спорт пойти. С красивыми мальчиками пока не сложилось, но все еще впереди. А вот с боксом любовь получилась с первого взгляда. Преимущества очевидны. Появляются сила, выносливость и кубики пресса. Даже характер и тот закаляется. Ох, как это проявляется. Собранность, наверное, какая-то появляется. Научиться боксировать может любая девушка. Немного самодисциплины, терпения и первые результаты порадуют уже через несколько месяцев. Мой тренер на сегодня не просто спортсмен-любитель, а интерконтинентальный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Юрия Куменко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, можно ли научить меня боксу? Мне кажется, что девушки, блондинки и бокс это не очень совместит. Я думаю, все получится. Вот вам перчатки. Здесь тюнцы. Здесь тюнцы это сколько? Ну такие, внушительные. Да? Одевайте. Самое главное в боксе не повредить кисти рука, потому перчатки, боксерские бинты лучше купить к самой первой тренировке. А вот чтобы удар был правильным, проследит тренер. Не умеешь – научит. Правая ручка на уровне брови, левая рука возле подбородка. Локоть закрывает туловище. Солнышко. Да. Пробивается прямой удар. Должна участвовать нога, туловище и рука. Одновременно разворачиваете ногу, туловище и руку. Попробуйте. Выдаешь, да? Да. Ножку развернуть надо, пяточку. Нет, вот вперед. Да, да. Пробейте. И самое главное – не забывать о защите. Иначе рискуешь пропустить удар от соперника. Один раз у меня была ссадина. То есть нечаянно подруга, ну как бы, без перчаток была и хорошо так съездила по лицу. Были синяки на ногах. Ну, бывает, бывает. Так что, знаете, там кровь из носа такого не было. Но могут ударить случайно. Причем ударить больно. Считается, что у женщин болевой порог выше, чем у мужчин. На тренировках его, конечно, никто не проверяет. Скорее, бокс превращается в силовую альтернативу классическим – пилатесу, аэробике или йоге. У нас одна девушка занималась. Она, например, работает на скорой помощи. И она как для самообороны. Другие приходят именно как в фитнес. Кроме того, бокс отлично снимает стресс. Полтора часа в зале и от раздражения нервозности и злости не остается и следа.